добрый день с вами снова я марина морлок так что это у меня такое я неправильно телефон надела на селфи палку прикиньте лень его переставлять сегодня 28 марта и сегодня очень тепло я помню зимой я вот не за иду я думаю надо снимать все что я вижу потому что происходит исторические события прям даже честно сказать я смотрю снимаю ли я с вами марина морлок сегодня 28 марта очень хороший день такой солнечный очень теплый но в общем происходит что-то непонятное причем непонятки начались еще раньше непонятки начались в начале 2000 18 года когда на небе появилась три солнца но это я вам рассказывала это было перед пасхой в 2018 году вот и на небе появился появился короче оптический эффект когда на небе было видно три солнца изначально такой оптический эффект считался у всех короче говоря так как я сейчас увлекаюсь метафизикой увлекаюсь различными науками предсказаниями и у предсказателей издревле вот этот знак и оптический эффект я не помню точно как он назывался с точки зрения физики как это называется в общем когда что-то меняется в атмосфере земли там появляется много каких-то кристаллов при резкой смене погоды и просто солнце начинает отражаться солнечный диск в атмосфере земли кажется что солнце не одно а три вот в общем такое оптическое явление действительно происходит но редко и она раньше все время считалось оккультистами очень плохим знаком знаком различных бедствий эпидемий засух воин то есть всего нехорошего это случилось начале 2018 года я помню даже об этом рассказывал вот и я чуть еще не испортил зрение окончательно пытаясь рассмотреть реально этот оптический эффект после этого 2018 году летом кто помнит это позапрошлом была сильная засуха то есть реально все лето практически не было дождей было очень тепло и сухо то есть резко возросла солнечная активность так вот ну потом в принципе зима 2018 2019 год была нормальной а в 2019 году летом наоборот лета не было было очень сыро прошлым летом как вы помните было холодное сырое лето и солнечная активность была очень избирательно я сейчас иду по ходькова это теперь мой город ходькова я иду сбер чтобы заплатить за квартиру потому что я боюсь что на следующей неделе будет карантин и я ничего не смогу сделать и зачем это все рассказываю меня очень удивляет что весна в этом году нереально ранее то есть вот уже цветочки мать-мачеха 28 марта уже мать-мачеха зацвела это вообще нереально что-то собачки лают конечно же я говорю это нереально очень теплая весна теплая и сухая потому что зима тоже была теплая и тоже была сухая снега и осадков было очень мало вот лето было наоборот влажное я помню то что меня очень было обидно я взяла отпуск и весь отпуск каждый день были дожди мы не искупаться не сходили с русланом не на велике не катались а когда мы все-таки один раз выбрались и доехали до вот этого загорского моря там было так холодно и вода была ледяная и реально по ощущениям прошлое лето было вот июнь месяц то есть самая макушка лета самая середина лета прошлом году по ощущениям было холоднее чем сейчас конец марта начало апреля то есть я вот смотрю уже бабочки лимонница вот тут вот порхает такая желтая ярко-желтая то есть обычно это все происходит вот такая погода как сейчас она характерна для конца апреля я вот помню в конце апреля резко сходит снег и резко вот теплеет становится прям жарко а сейчас это произошло в конце марта после небольшого похолодания и такое впечатление что сдвинулись какие-то но не то что то ли полюса то ли что-то то ли течение как-то поменялось но я говорю в россии почему-то если например март все время был раньше еще зимним месяцем температура еще была отрицательная еще снег лежал и обычно снежный покров лежал до середины апреля иногда и до конца апреля сейчас обратите внимание снега вообще нет жарко бабочки птички все характерно уже для вот начали говорю такая погода она характерна уже даже до начала мая там обычно я помню так было на майских праздниках как сейчас вот и еще конечно когда меняется климат мутируют различные вирусы так когда-то в средние века появилась чума из-за изменения климата из-за похолодания на самом деле климата где-то в монгольских степях появилась чума которая унесла чуть ли не треть населения земли так вот сейчас произошло нечто похожее то есть тоже из-за изменений климата как говорят ученые в сторону потепления наоборот произошла мутация вируса в китае и появился вот этот страшный коронавирус которого все мы боимся я например боюсь честно сказать коронавируса я уже даже курю потому что вот это социальное напряжение колебаний курса валют плюс еще корона вирус я просто не могу выдержать такую психологическую нагрузку вот на свой организм и уже пытаюсь насколько это возможно эту нагрузку снять сейчас вышла на прогулку пыталась позвонить звонил системного администратора мне сказал звоните после трех часов ему нужно настроить удаленное подключение то что я говорю со следующей недели все уходят на карантин закрывается завод и я иду собственно чтобы оплатить себе квартиру то что у меня опять задолженность за квартиру у меня такое впечатление я вроде хожу оплачиваю все чеки мне дают у меня квитанции с чеком сохраняется а потом приходит на следующий день новая квитанция и в ней не учтены платежи то есть такое впечатление как будто у меня задолженность уже за три месяца я тоже не могу понять что происходит иду в му просвет собственно а там все закрыто потому что карантин это мы не работаем и вообще субботу и воскресенье они не работают на следующий день они на следующий недель они работают у них карантин в общем опять все это зависает на неопределенный а я поэтому иду уже плачу в сбере чтобы мне чеки давали все строго на руку но я смотрю у людей весна там гуляют пар молодые там дымок какой-то вьется то есть люди что-то жгут шашлыки жарят то есть убираются у себя на дачных участках жизнь идет своим чередом панике пока вот хоть кого лично планете нету такой прям ярко выражен но я обратила внимание хотя сейчас день выходной людей на улице меньше гораздо чем обычно то что это все таки город такой московской области кстати недалеко от москвы там все час езды на этом самом на экспрессе ну час 10 по моему час 20 на обычной электричке недалеко и людей как мало моих людей мало машин мало вот хотя сейчас как раз часа два наверно ну а может обед обеденное время и от сегодня поздно вышла единственное что меня немножко утешает успокаивает мне конечно страшно потому что ну я собираюсь уходить завода мне нужно все равно следующую карантинную неделю я отработаю дома а там александр вернется из отпуска мне нужно подать заявление еще отработать по закону две недели то есть по любому две недели мне надо будет ездить на завод на электричке в электричке контактировать с людьми потом на заводе полно людей вот и хотя при входе у охраны всех мерить температуру у нас все равно что-то как-то мне очкова вот потому что конечно неделя карантина это здорово это конечно же немножко задержит распространение вируса но я боюсь что полностью не может не сможет остановить полностью и плюс еще этот вирус и неожиданное вот это потепление теплая практически бесснежная зима очень теплая сухая весна и ученые прогнозируют жарко такое засушливое лето у нихера себе у кого-то дом с гаражом в общем прогнозируют засушливое лето очень жарко не знаю наверное конечно не такое как будут не то я помню что похожая погода то есть конец марта такой теплый было в 2010 году в общем такие у меня опасения что короче говоря завода мне придется уходить там очень жарко там потому что я раб где я работаю говорю это третий этаж и мое рабочее место находится прям около окна вот из-за этого там светит солнце и все время жара вот я думал что-то страшное лежит под газетами вот там какие-то старые дома в той стороне я хотела бы их рассмотреть если у меня будет время и сделать такой ролик у меня был выпуск который назывался другой сергиев посад про старые дома старый фонд сергиев посад я хотел бы сделать еще выпуск другое ходькова но тут говорят очень клевая большая заброшка есть но сегодня я ее не смогу посетить максимум я смогу завтра ее посетить сегодня мне надо подключение настроить себе удаленное так что заброшка завтра меня ждет вот такие дела блин жарко вообще ходьков прям я иду я чувствую мне реально жарко хотя у меня очень тонко пальто и такая толстовка тоже она сын полусинтетическая то есть она особо не теплая но штаны у меня правда с начесом бодинки у меня зимние еще даже я реально что-то боюсь замерзнуть и заболеть у меня немножко болит горло у меня вообще очень часто болит горло поэтому у меня такой низкий голос то есть кто-то думает что это может гормоны пью какие-то не бью я никаких гормонов у меня просто такой низкий голос потому что у меня вообще какой-то хронический танзелит или я не знаю у меня склонность простудным заболеваниям у меня горло болит очень часто вот поэтому я все время в каком-то шарфе хожу на шее намотанном и стараюсь уже последнее время теплее одеваться но это дает обратный эффект наоборот из-за того что я тепло одеваюсь я потею и быстро еще сильнее быстрее простужаюсь на сегодня ожидал что будет так тепло что вчера конечно тоже было тепло но не настолько а позавчера вообще был довольно прохладно и вот быстро меняющаяся погода в весеннее время она меня тоже мусулька настораживает обескураживает потому что я говорю сейчас в марте еще в это время должен лежать снег он конечно проталина уже появляются но вот такой вот жары быть не должно сейчас реально жара как мая вот то есть можно идти вон люди все перешли на летнюю одежду уже ходят уже без пальто идут плащах в легких курточках на распашку мужик вообще он руки оголил собственно сейчас уже тепло неестественно тепло для марта месяца это может вызвать опять очередные климатические аномалии причем это может вызвать как сильную жару аналог 2010 года так они она может вызвать и лето холодное может быть то есть может быть вот там сейчас эти месяцы там весенние апрель май там июнь будет тепло а потом опять как в прошлом году зарядят дожди и остаток лета будет какая-то мутная прохлада неизвестно вообще что будет вообще непонятно что там дальше нас ждет совершенно неясно а сейчас еще пыльно и я вот вечером вчера ехал с работы такое впечатление что жгут что-то листья там наверно какие траву потому что везде как будто какой-то смог висел как будто что-то горело вот такое впечатление у меня было как будто что-то горит вот даже какой-то повис мог дома такие такие дома учуги это они не знаю когда построена но судя по всему смотрите это дом 4 4 этажа там на очень высокие потолки в таких домах я смотрю уже все закрыто то есть карантин видимо уже начался этот магазин экономка был открыт сейчас закрыт людей мало машин мало на при так мало было людей машин зимой потому что сейчас тепло но все равно людей машин очень очень мало я хотела вам показать это я не знаю центр это или не центр обычно вот это наличие голубых таких высоких елок указывает на то что этот центр это наверное не цен хоть кого это город в котором я теперь проживаю не знаю насколько долго шишки лежат на земле еловые собрали мусор в кучке обычно такие вот прибираются так мусор собирают это обычно перед майскими праздниками лаборатории инвитро и все находится в таком особнячке очень красиво программ такого сказочного вида особнячок прикольный вот там аптека мужской салон великотес продукты ну и тут ленин точно как же я могла или не ленин дала на походу ленин кто же еще и как вот заметил артемия левите в своем блоге рядом с ленином обязательно должна позади или по бокам обязательно должна расти ель желательно голубая а если не голубая то хотя бы как в мужике зеленая но обычно там где есть памятник ленину там должны быть голубые ели и мне такое впечатление что голубые ели вот такие вот они очень старые это символ какой-то высшей власти столь в россии не знаю вот эти вот такие вот они у кремля растут тут растут но они конечно красивые санте они старые видишь вот ветки прям до земли практически лежат шишки да вот смотрите прямо для земли ветки надо сфоткаться на фоне этого всего но сфоткаться я не смогу в следующий раз может завтра надо фотоаппарат взять и тут походки на фоне таких вот елок с вами марина морок мой блог да елки всегда растут их сажают видимо где-то рядом с памятником ленина но очень странно обычно такие елки растут очень долго то есть соответственно скорее всего эти елки были посажены начале прошлого века потому что они уже старые вот либо там тут располагался какой-то другой памятник ладно я пойду дальше мне сейчас нужно вот люблю я елки и под ними шишки под ними прикольно под елкой если встать она дает резную тень а мне нужно сбербанк вот туда потом мне нужно домой а в тени кстати прохладно вот на солнце жарко печет а в тени прохладно так это улица ленина вот понятно что это был сам ленин в общем я вот снимаю для вас эти исторические события очень много разных противоречивых сведений кто-то говорит что там еще эпидемия будет продолжаться пару месяцев когда начнется уже совсем лето и жара заболеваемость пойдет на спад жара кстати уже началась но болезнь появилась в китае а в китае тепло там довольно теплый климата не весьма неплохой старые дома с трубами такие так что я не верю что вирус как жара может остановить вирус наступление лета поэтому кто-то говорит что будет совсем жуткий пипец что выставить санитарные картоны что не будут людям давать перемещаться свободно а это дуб судя по всему такой вот что не дадут людям свободно перемещаться что будет отцепление на карантин то есть это одни сведения что будет там дефицит продуктов в общем полный кошмар другие сведения что там за два месяца за три может максимум за полгода переболеет большая часть населения и кто-то говорит что все таки кто-то говорит что вырабатывается иммунитет кто-то говорит что не вырабатывается иммунитет но у меня конечно надежда на то что я в принципе еще пока молодая и переношу вроде бы должна все переносить нормально отдел полиции администрация банкомат буду знать что где находится ну а тут еще площадь птицы распелись тут красивые здания для торговых помещений всяких а там дальше не знаю школа это желтая данном к кончику торговый центр кораблик там даже какой-то рынок там пицца доставка а там дальше такие новостроечные красивые дома и еще один но непосредственной близости от них еще один завод вот там вот такой дом неплохой вдалеке над желтой машины как правило таких домах неплохие квартиры во всяком случае мне нравится лоджии что-то посреди стоянки стою а я пойду сбербанк а потом обратно я еще не исследовала город хоть кого честно сказать я в этом плане у меня александров даже более обхоженный город чем хоть кого так что меня еще ждут большое количество прогулок по городу вы меня болит горло мне прям как-то . очковато надо на обратном пути еще купить инговерин может быть это простуда сейчас уже конечно чуть где заболит уже кажется что все что это короче конец концов страшно сказал руслан он там и хорошо все умрем не надо будет на работу ходить норма тут такие лавочки голуби ну народ я смотрю веселиться тут фонтан на не должен быть пятерочка фонтан ну и площадь с голубями конечно же не такая большая как в пересвете игру такой маленький город пересвет он даже поменьше чем хоть кого и ну или больше даже не знаю но площадь там огромное это все говорит о том что там реально площадь нужна чтобы вертолет сажать а здесь площадь нужно просто чтобы голубям было где разгуляться голубей тут очень много кстати очень много их около моего дома а в центре почему-то такая вот дорога я не знаю это так и было задумано это что должно было быть почему тут так вот то есть это должен быть газон или что это так ладно центр финансов пойду сбербанк надеюсь что он работает с вами была марина морлок спасибо всем посмотрел мой канал всем счастливо я еще вернусь надеюсь что я еще вернусь так что не прощаюсь всем счастливо пока пока а вот кстати еще памятник наверно тоже ленину скорее всего кому-то еще